Дарова всем ребята, меня зовут Кент АПК и прямо сегодня я хотел бы вам рассказать топ 5 самых крутых удаленных обновлений в стенд оф 2. Я думаю, что ни для кого из вас не секретно, что в стенд офе постоянно что-то меняется, постоянно удаляют обновления, что-то добавляют. Так вот, прямо сегодня вы узнаете самые топовые и самые крутые обновления, которые удалили из стенд оф 2. Поэтому, пожалуйста, ребята, поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. И напишите в комментариях ваши самые любимые обновления. Ну что же, а мы начинаем. Это топовые скины, моментальные выводы, крутые бонусы. Ссылка и промокод в описании. MyStandOff.ru И первое удаленное обновление, это, ребятки, карта Short Dust 2. Вы ее прямо сейчас видите у себя на экранах, посмотрите на эту карту. Блин, какая она была обалденная, какая она была крутая. Ну в ней что-то было, в ней была душа. Ребята, вот за это же мы и любим КС 1.6, то, что там есть карта Dust 2. Но в стенд оф ее убрали по причине того, что якобы это откровенный плагиат Dust 2 с КС 1.6. Но, ребята, у меня к вам есть один вопрос. А что в этом плохого? Да, это плагиат. И что дальше? Что? Что? Да и тем более, это же не прямо один в один. Посмотрите, вы видите отличие? Я тоже вижу. Отличие колоссальное между Dust'ом с КС 1.6 и между Dust'ом, который был в стенд офе. Поэтому я такого мнения, что эту карту надо обратно добавить, потому что ее прям очень сильно не хватает. Да и вообще 4 карты, это прям капец как мало. Да и тем более, ребят, если на то пошло, стенд оф это вообще плагиат КС, правильно? Ну, по такой логике. Поэтому я такого мнения, карту надо обязательно добавлять, потому что я хочу, потому что я хочу в нее поиграть. Кто так же хочет, хэштег добавьте Dust обратно. Сейчас то, что вы видите, это, ребята, ни в коем случае не шутка, не пранк, это самое реальное прошлое обновление. А именно, убрали голосовой чат. Да. О-о-о-о, это вот тут, видите, прямо над моим пальцем. Раньше был голосовой чат, потом его убрали. Насколько я понял, насколько я узнавал у разработчиков голосовой чат, убрали по причине того, что были какие-то проблемы с устройствами. То есть у кого-то вылетало, у кого-то там сильнее лагало и так далее. Поэтому голосовой чат убрали. Но вы только представьте на секундочку, если был бы голосовой чат, если можно было бы услышать ручьих школьников. Это очень много нового контента, это было бы очень круто. Но, к сожалению, данную функцию убрали, и мы искренне надеемся, что ее добавят обратно. Ну, а сейчас вы вообще будете плакать, потому что убрали скины на обычный нож. Да, я понимаю то, что это закос под КС, как обычно. Но в то же время, а что плохого в скинах на обычный нож? Представьте, что я нубик, у меня всего лишь 100 голды. И мне не хватает голды на новый нож. Но мне бы из 100 голды хватило бы на скин на обычный нож. Я считаю, это было бы очень круто и очень обидно то, что убрали скины на обычный нож. Кто считает так же, ставьте плюс в комментариях. И, следовательно, после того, как убрали скины на обычные ножи, вышла новая коллекция Origin. И вот там вот и был первый нож M9. И четвертое удаленное обновление, это карта Зона 9. Ребята, честно говоря, когда я пришел в стенд-офф с Блок Страйка, я не застал эту карту. Я не видел эту карту, я ее видел только по видосикам. И мне очень сильно хотелось в нее поиграть. А вы в нее играли? Если вы олдфах, напишите в комментариях. Потому что, как по мне, я смотрю на видосах, блин, какая же крутая карта, какая же она офигенная. Как же это интересно. Блин, какой-то заброшенный завод. Реально оригинальная, крутая карта. И самое обидное, что ее убрали на время. Ее убрали для чего? Не скажу, потому что я хочу снять отдельное видео. Но ее убрали якобы на время. Обещали вернуть в ближайшее время. А потом забили болт. Поэтому, кто ждет до сих пор эту карту, давайте хэштег Зона 9. Я сниму видео и расскажу, почему же ее убрали. Убрали. И пятое удаленное обновление. Это режим зомби выживания. Его убрали относительно недавно. И добавили тоже недавно. Самообильно то, что этот режим был всего лишь пару недель. И за эти пару недель он мне приелся. И он у меня остался тут. Я даже снимал видео по этому режиму. Ребятки, посмотрите. Это самое настоящее зомби выживание в Stand Off 2. Вы посмотрите, как же все круто. Как же все классно. Если бы они еще доделали парочку деталей. Добавили какую-то большую карту. Добавили нычки. Просто цены бы не было бы этому зомби выживанию. Как по мне, это очень круто. И я хочу играть. Что-то было. И такой, знаете, такой режим, в котором можно расслабиться. Можно поиграть по фану. Можно поиграть с друзьями. Вот я очень сильно хочу именно режим зомби выживания. Поэтому, если вы, ребятки, не видели этот режим и не знаете ничего о нем, можете посмотреть видосики в Ютубе. Даже мой видосик можете посмотреть. Но если вы видели это обновление, если вы играли в этот режим, вы поймете то, что он заслуживает отдельного внимания. И я считаю, что его надо доделать и добавить обратно в стендов. Кто согласен, хэштег зомби в комментарии. Ну что же, ребятки. В принципе, на этом все. Большое спасибо за просмотр данного видеоролика. Если вам нравится подобный формат, обязательно поставьте лайк. Подпишитесь на мой канал. И напишите любой хороший комментарий. Ну а с вами был ваш Кентапок. Всем удачи и всем пока.